Как камера оказался Ленинград! Был Плоткин – уроженец суражского села Ордонь, участвовал в воздушных боях над Ладожским озером, прокладывал дорогу жизни. Фёдор Сорока ремонтировал самолёты в осаждённом Ленинграде. Генерал-полковник Сергей Трофимов. Их имена навечно вписаны в историю. Блокадный Ленинград был от нас далеко. Но, тем не менее, мы собираем реликвии тех людей, которые участвовали в обороне Ленинграда и в боях у Синявина, где тоже много наших земляков отдало свою жизнь за прорыв блокады. Вместо привычных стеклянных витрин, личные вещи, фотографии и документы освободителей Ленинграда заняли ящики от снарядов. Их музею передали военные. Мы поехали в Карачевскую воинскую часть, поехали к начальнику воинской части и сказали, что мы занимаемся воспитанием, образованием подрастающего поколения. Мы жителям города рассказываем о героической истории нашей Родины. И они нам самостоятельно привезли 20 таких ящиков. Безусловно, мы использовали что-то на своей выставке и думаем, что у нас вот такая история получилась интересная. Честью экспозиции стала планшетная выставка «Блокадный хлеб», представленная Музеем обороны и блокады Ленинграда. Она посвящена хронологическим событиям блокады и условиям жизни в осажденном городе. Представить повседневную жизнь блокадников помогает и интерактивная комната, наполненная подлинными предметами той эпохи. Вот эти вот фотографии, которые здесь, справки, это все относится даже к одному человеку, Филипасу Александру Никитичу, потому что в блокадном Ленинграде он встретил ее к Отечественной войне, затем ушел сражаться. И пока он сражался в Ленинграде, его семья жила в квартире, его семья находится в Ленинграде. И здесь, используя его фотографии, используя документы, мы попытались как раз и показать вот этот один день семьи, обычных людей, возможно, чьи мусы отражаются, как они выживали. К слову, та самая семья, фотографии которой оказались среди музейных экспонатов, выжила. Супруги Филипас вместе с дочерью, рожденной уже после снятия блокады, переехали в Брянск, где и прожили остаток своей жизни. Филипас Александр Никитич, его жена, его дочка похоронена у нас в городе Брянске. А вещи, которые, видите, нам передала уже человек, который не имеет к этой семье отношения, она купила квартиру, нашла вот эти вот вещи и решила передать их в музей. Первыми тематическую выставку увидели студенты и школьники. Конечно, все эти ребята знают о тех трагических и в то же время героических страницах истории страны. И все же экспозиция произвела сильное впечатление. Очень страшно, потому что можно в любую минуту, секунду умереть от голода или холода, когда бомбят каждую минуту. Сложно представить о том, что могли пережить дети в тот момент. Это было очень ужасно, страшно. Помимо выставки, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, Брянский краеведческий музей подготовил научно-просветительские мероприятия и музейный квиз. Ольга Макушникова, Александр Власов, Брянск.